Для маленьких жителей поселка Совхозного, прибрежного сельского поселения, летние каникулы начались с долгожданного подарка. На базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» открылась новая многофункциональная игровая площадка, которая так понравилась юным спортсменам, что они не спешили с ней уходить даже после завершения праздника. Тему продолжит Анна Монастыренко. Новая многофункциональная спортивная площадка в поселке Совхозном появилась благодаря краевой программе по развитию физической культуры и спорта. Строилась она на условиях софинансирования. Более трех миллионов рублей в ее строительство было вложено из муниципального бюджета. Еще один миллион восемьсот тысяч рублей добавил край. Это площадка нового типа, она включает в себя зону воркаута. Таких площадок у нас построено уже 36 нового типа. Всего площадок универсальных многофункциональных по краю построено более 600. Это только за счет краевых средств муниципальными. Также муниципалитеты самостоятельно строят площадки в парках, скверах, на территории школ, общеобразовательных, в том числе и спортивных. Строительство также будет продолжено в дальнейшие годы. Удобство и функциональность новой площадки еще до официального ее открытия оценили юные жители поселка Совхозного. Эльдар Плотников более пяти лет занимается футболом в детско-юношеской спортивной школе «Виктория». Новая площадка, по словам юного спортсмена, поможет ему тренироваться еще лучше. Площадка мне очень нравится, тренажеры тоже неплохие. Мне больше всего нравится тренажер велосипед, потому что он ноги качает, все качает. Площадка будет открыта для посещения не только спортсменов. Каждый желающий, как взрослый, так и ребенок, сможет прийти и провести свое время активно, использовать для здоровья. Просто класс. И я буду сюда ходить, чтобы быть здоровой и быть красивой так же. И спасибо, что их построили. Открытие новой площадки прошло в торжественной и праздничной обстановке. В числе почетных гостей – ветераны спорта, представители районной и краевой власти. В Славянском районе много внимания уделяется спорту, развитию материотехнической базы. И вот на сегодняшний день, выполняя поручения губернатора по развитию спорта, шаговой доступности, я хочу сказать, что за последние три года мы построили 19 спортивных площадок. Приятно, что эта спортивная площадка, которую сегодня мы открываем, имеет место быть благодаря действительно поддержке губернатора Венина Ивановича Кондратьева. Благодаря тому, что существует краевая программа поддержки. Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин поблагодарил администрацию Славянского района за развитие массового спорта на Кубани и плодотворное сотрудничество. Краснодарский край последние четыре года является лидером по развитию спорта в Российской Федерации. А Славянский район – это наш надежный партнер и лидер в Краснодарском крае. И во многом благодаря тому, что здесь строится много спортивных объектов. Мы в ближайшее время откроем спортномплекс в Анастасиевской. Будет построена еще одна новая площадка в СОЖ номер 16. Я хочу поблагодарить Романа Ивановича за его отношение к спорту, за те объекты, которые здесь строятся. И надеюсь, что все больше и больше жителей Славянского района будет заниматься спортом. Перед почетными гостями воспитанники детской и юношеской спортивной школы «Виктория» на новой площадке продемонстрировали свое мастерство. Кроме футбольных тренировок, здесь также будут проводиться баскетбольные и волейбольные матчи, соревнования по стритболу, ну и, конечно же, занятия на тренажерах. Спасибо! Рядом с новой площадкой расположен парк, который сейчас активно благоустраивается. После завершения работ эта территория наверняка станет излюбленным местом активного и семейного отдыха не только у жителей поселка Совхозного, но и у славянцев. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».